Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Интервью с президентом Западной Армении Армен Акам Абрамяна. Засуха поразила питьевые и оросительные воды Западной Армении. Для вынужденных переселенцев из Арцаха будет построено около 650 частных домов. Эрдоган и не пытаются скрыть свои страхи перед Севером и возможным ответом международного сообщества. 5000-летние священные очаги Дарсима в Западной Армении. Согласно исследованию, самая агрессивная кошка из всех пород – это ванская кошка. Первопрестол организовал выставку документов, представляющих историческое и культурное наследие Арцаха. Президент Республики Западной Армении Армен Акабрамян в эфире телекомпании «Западная Армения» рассказал о широко обсуждаемых в настоящее время в Восточной Армении темах дельмитации и демаркации. Затронул возможное развитие этой темы и её последствия для Западной Армении. Армен Акабрамян также рассказал о том, что в течение многих лет в книгах и картах Западной Армении упоминалось как территория Турции. Он представил озабоченность армян, проживающих в Западной Армении, и проблемы, которые беспокоят их в связи с нынешней ситуацией. Засуха в водохранилищах Адыяман, Самосатия, Западной Армении отступила из-за засухи. Питьевая вода распределяется по центру города последовательно. Потери урожая у фермеров достигли 60%. Случаи говорят, что объём воды в резервуарах достиг уровня, называемого «мертвым объёмом». Это самый жаркий и засушливый год за последние 50 лет, влияющий на все источники воды. К сожалению, плотины пересыхают. Большинство ближайших водоемов высохло. Существует серьёзная нехватка водных ресурсов. Около 650 частных домов будут построены для вынужденных переселенцев из евангелических общин в районах Арцаха. Азох, Драхтык, Карантак сообщили в канцелярии президента Арцаха. Эти частные дома строятся на административных территориях общин Айгестан, Норагюха, Скиранского района. Строительство посёлков осуществляется на средства правительства Арцаха и Армении. По данным аппарата президента Арцаха, первые квартиры будут сданы в 2022 году, а завершить строительство планируется в 2023. В результате войны в общей сложности 9 396 семей или 38 154 человека были перемещены из районов, находящихся под контролем Азербайджана. При этом наибольшее население находится в Гатруте, а наименьшее – в Шаумянском районе. Эрдоган посетит США с 19 по 22 сентября, где примет участие в заседании Генассамблеи ООН. Ожидаются критически важные переговоры с Байденом, тематика которых не уточняется. Эрдоган выступает с инициативой реформирования ООН. Он считает, что важность Турции возросла достаточно для того, чтобы перейти в высшую лигу. После истории с Сирией, Ливией, Арцахом, Турцией осадчат, что имеет право на решение региональных вопросов. Так ли это и как в США относятся к амбициям Турции? Одним из первых решений Джо Байдена после инаугурации стало признание геноцида против армян. Один из американских конгрессменов, комментируя данное решение, сказал, что еще живы люди, которые могут дать свидетельство о произошедшем в 1915 году. И это очень важно для судебных процессов. Призрак судебных процессов и ревизии, видимо, и пугают Эрдогана. В беседе с ларагирь.м, проживающая в Константинополе, наша соотечественница Гаюш Чалыкман Гаврилов, комментируя позитивные сигналы Эрдогана в адрес Армении, сказала, что цель Эрдогана ясна – избежать требований армян по территориям и компенсации. И с этим была связана и компания в Арцахе. В Турции не скрывают страхи в связи с вероятными действиями США и Европы. Священные очаги, обнаруженные во время археологических раскопок в районе Чимиш-Гезек провинции Дерсим в Западной Армении, в 1968-74 годах, возраст которых оценивается в 5000 лет, демонстрирует важность семейной связи. Две святыни, относящиеся к эпохе поздней бронзы, привлекают внимание посетителей городского музея. В музее представлены скульптуры из пчелиного воска, используемых в религиозных церемониях в регионе, каменные орудия труда, подтверждающие древнюю историю города, керамическую посуду, предметы из различных металлов и находки. Таким образом, парадоксально, сколько лет истории и культуре человеческой жизни в Западной Армении. В университете Хельсинки были проведены обширные исследования характера и поведения кошек. Изучение более чем 4300 кошек из 26 различных пород показало, что наиболее опасным видом была русская голубая кошка. А ванская кошка, считающаяся одной из самых сильных диких животных в Западной Армении, считалась самой агрессивной. Включенная в рейтинг ванская кошка Западной Армении также считается одной из самых известных кошек в мире. Этот вид наиболее агрессивный по отношению к человеку, показал низкую активность по отношению к другим кошкам. Архивы Первопрестола в рамках конференции «Международная свобода вероисповедания и мир» по благословению Гарри Гейнебек, католикоса всех армян, будет организована выставка архивных документов и фотографий. Об этом сообщает информационная система Первопрестола. На выставке представлено историческое и культурное наследие Арцаха, распуск епархий в 1933 году, состояние армянских святынь в Арцахе и Азербайджане в целом в советские годы, а также воссоздание епархий как результат арцахского движения 1988 года. Заслуживают внимание совместные заявления, подписанные патриархами Армении и заботливыми лидерами мусульман Кавказа при активном участии патриарха в Русской Православной Церкви и мировых церковных организаций, говорится в заявлении. На отдельных рекламных счетах изображен Дадиванг, безопасность и охрану которого взяли на себя российские миротворцы и разрушенные находящиеся под угрозой исчезновения святилища Арцаха. Даля для вас, хамшена Хайрен 2. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня все, желаем вам всего хорошего.